Мы возвращаемся в нашу мобильную студию. У нас в гостях депутат Ерлан Стамбеков. Здравствуйте, спасибо, что выбрались к нам. Скажите, вот сегодня рассматривали ратификацию соглашения с Турцией по поводу упрощения процедур таможенного контроля. Какие плюсы это даст нашим бизнесменам и кого непосредственно коснется это соглашение? Прежде всего, это не просто упрощение, это прежде всего цифровизация. Мы уже привыкли к цифровизации в Казахстане и для нас, конечно, решение любого вопроса в один клик, это становится уже реалиями нашего дня. И когда мы говорим о взаимодействии уже международном, торговом партнерстве, а тем более Турция для нас один из основных торговых партнеров, и упрощение процедур, когда один раз заполняются все необходимые данные и с помощью цифрового обмена такого рода информация поступает в налоговые и таможенные органы наших стран, то для предпринимателей, конечно, это упрощение. Ведь смотрите сами, когда делается экспорт, сначала мы заполняем экспортные, значит, все необходимые документы. После того, как товар пересекает границу, принимающая сторона должна заполнять уже импортные таможенные декларации и так далее, то всего этого уже не будет, достаточно один раз заполнить и такого рода обмен между нашими государствами уже начнет, наверное, полноценно работать через полгода. Полгода правительство и, в частности, Министерство финансов берут для того, чтобы в пилотном режиме отработать все необходимые процедуры, что называется, попробовать, как это будет в пилотном режиме работать. Но я надеюсь, что все будет нормально, потому что такой опыт уже есть с Китаем, такой опыт есть с Ираном. Я знаю, что такая же ситуация у нас есть с Вьетнамом. Одним словом, Турция не первая в этом ряду стран, но очень важно, что это содействует укреплению нашего товарооборота, который сегодня уже составляет порядка 6,2 миллиардов. И, как сказал сегодня министр, надеются, что благодаря только введению данной нормы, упрощения такой процедуры, товарооборот увеличится до 10 миллиардов. Правильно я понимаю, что, допустим, выходит фура из Турции в Казахстан и пока она едет, пока она доходит до границы, в принципе, у нас уже таможенные органы, они уже видят, что там, сколько там. Совершенно верно, совершенно верно. И уже как таковой досмотр будет носить только лишь характер того, насколько там целые ли пломбы, вскрывался ли груз, соответствует груз и так далее. Это уже будет простая и очень, как мне хочется надеяться, легкая процедура. Ну, вот это что касается, скажем так, среднего и крупного бизнеса. А что касается вот физических лиц? Ну, нередко же у нас люди просто физлица едут в Турцию, закупают там товар, что-то для себя, что-то для последующей реализации. Как это соглашение на них отразится? Ну, давайте разделим все-таки даже физических лиц. Если вы везете товар для себя, сегодня этот вопрос задавался министру, и он ответил на него достаточно обширно. Я думаю, можно посмотреть его выступление. Когда вы везете товар для себя, то это вас никаким образом не касается. То есть, если вы купили какие-то вещи или что-то из техники, везете для собственного пользования, для семьи, то никаким образом на вас эта процедура не распространяется. Вы спокойно пересекаете границу в рамках существующих регламентов и процедур. Что же касается того, что если вы везете все-таки товар для продажи, если вы являетесь субъектом внешнеэкономической деятельности, то да, наверное, таким в этом случае вы должны будете заполнять все необходимые документы, и тогда эта процедура для вас как раз упрощает ваши сегодняшние существующие процедуры и требования. – Просто у нас нередко же предприниматель, не предприниматель, а физлицо едет, куплю айфон себе и привезу другу по такой схеме, не крупный опыт. – Если вы говорите о том, что я везу, допустим, всегда показываю на себя, я, допустим, поехал и купил айфон себе и другу, то, наверное, я думаю, в данном случае есть требования таможенные, собственно говоря, по количеству увозимого товара и по сумме. – Видимо, вы можете спокойно, точнее, я могу спокойно провести айфон себе и своему другу, но если я везу какое-то количество, которое превышает эти нормы, то, безусловно, необходимо заполнение таких таможенных деклараций и так далее, и это уже становится, я, поскольку уже субъект предпринимательства, должен, конечно, проходить эту процедуру. – Вы говорили, что подобные процедуры уже работают с Китаем. Может, владеете информацией, есть какие-то цифры до введения подобной процедуры и после? Насколько изменилось? – Ну, я могу сказать, вот по Китаю, наверное, пока нет у меня лично данных, но вот по Узбекистану сегодня как раз очень наглядно министр говорил о том, что увеличился товарооборот чуть ли не в два или в три раза. Ну, я могу ошибаться там по конкретным цифрам, но товарооборот увеличился, об этом свидетельствует то количество машин возросших грузовых, которые идут в обе стороны между Узбекистаном и Казахстаном. – Соглашение с Турцией заработает примерно через полгода, да? – Да, оно уже, в принципе, вступает в силу, оно будет работать в пилотном режиме первые полгода, и после уже этого, да, оно будет работать в полном объеме. – Спасибо большое, что нашли время к нам зайти. У нас в гостях был депутат Можлица парламента Ирланд Стабеков. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok